Меня зовут Саша, я фронтендер-разработчик Weston Commerce. Моя компания занимается разработкой глобальных e-commerce решений, то есть только магазины. Кредо действия громче слов. Иногда это выбивает людей, потому что они видят какое-то действие, про которое даже ничего не говорил. Люблю всякие челленджи, периодически участвую в веб-челленджах, в всеукраинском чемпионате СЭП-разработки. И у меня есть хобби социальные танцы. Саль, собачат, акизома, если что. Почему социальные? Потому что в большой комьюнити ты можешь в любом городе танцевать с любым человеком. Они есть везде. Диана, площадь, рынок, суббота. Ну, я, как и вы, разработчик. Мы разрабатываем какие-то прикольные решения для наших клиентов, которые увеличивают их непроизводительность, сделают их труд быстрее, продуктивнее. Ну, и иногда что-то даже делаем для себя. Такие штуки, как всякий синтаксический сахар, там, припроцессор или же раскрытая и прочее. Но, тем не менее, у меня в работе встречается очень много верстки. И там очень много большого труда. Вот, к примеру, эта команда трудится. Ну, то есть можно было... И я бы хотел рассказать про то, как все это можно немножко автоматизировать. Сегодня я вам расскажу про постссс, про backstop.js, букмарскрипты, хромэкстеншены, гуглскрипт и что можно еще сделать в консоли. Когда я только начинал с верстки, я писал на обычном нативном CSS. Потом мне еще показали SASS. Это был такой первый опыт автоматизации. И там уже использовались амперсанты, всякие миксины. И тот проект, который я делал раньше приблизительно за 10 часов, я успевал теперь сделать за 6. Но прогресс не стоит на месте, и появляются уже постпроцессоры. Вот постссс — это как раз постпроцессор для CSS стилей. Суть в чем? Он, в отличие от предпроцессоров, например, вам нужно добавить какой-то кусочек кода, который там постоянно, вендорные префиксы, и вы постоянно должны прописывать миксины в SASS. По CSS он, получается, распаршивает и сам находит место, куда это вставить. Работает он так. На вход получает CSS файл, который распарсит на абстрактное синтаксическое древо и стрингефайром собирает снова в тот же сам файл CSS. То есть, по сути, он не делает ничего. То, что получил, то и выдаст. Вся магия кроется в плагинах, которые их обрабатывают. И, кстати, тут оговорка, получается, порядок подключения плагинов в постссс имеет значение. Плагины, они написаны на чистом JavaScript, то есть вы можете их писать сами. Они являются репозиториями на GitHub. Они, если вам что-то не устраивает в их работе, вы можете просто форкнуть, добавить какой-то функционал, сделать pull request или же пользоваться им сами. Вот из… давайте поговорим про те, которые есть. Например, автопрефиксер кто-нибудь пользуется на проекте. То есть плагин, он добавляет вендорные префиксы к свойствам, которые еще, например, в кандидатах спецификации или если у вас там поддержка старых браузеров, то им тоже нужны на какие-то свойства будут префиксы. То есть находит это свойство, видит, что, к примеру, оно не поддерживается и добавляет нужные строки. CSS next. Если кто-нибудь юзает на проекте Babel, есть такие? Ладно. Ну, это нечто похожее. То есть он уже позволяет сейчас писать в синтаксисе следующего поколения для CSS. Там есть такие вкусные штуки, как кастомные селекторы, кастомные медиа-запросы, переменные, функции работы с светом. Вот, к примеру, функция gray позволяет задать элементу больше, чем 50 оттенков серого. Ну, если быть точным, кажется, 225. И вы уже можете этим пользоваться прямо сейчас, прямо, ну, писать без, так же, а, кстати, он еще поддерживает Ampersand, то есть те же фишечки SAS вы можете уже элизовать здесь. CSS Grace, немножко обратная штука. Разработан парнем из компании LevoB. Вот в Китае очень много люди пользуются там ИЕ девятым, восьмым, иногда седьмым. Это тоже хочется поддерживать, рынок большой. И они написали такой плагин, который, если видит свойства, которые не поддерживаются в старом ИЕ, он добавляет туда полифилы автоматически. То есть если предыдущий плагин позволяет писать вам код как в светлом будущем, то этот делает из него какое-то темное прошлое. Ну, помимо поддержки браузеров, хорошо бы еще поддерживать людей. Поскольку я работаю в сфере e-commerce, у нас проекты зачастую требуют поддержки, то есть там, чтобы скупиться человек вообще, который ничего не видит. Или же, ну, то есть слабозрячие люди, вот еще такая штука есть, как цветовая слепота. Пример, у тех же юзеров ИЕ девятого порядка 2% во всем мире. Людей, которые страдают на цветовую слепоту, 4,5%. Притом мужчин там намного больше. Наверное, поэтому вот у женщин там оттенки какого-то синего, у нас просто синий. Плагин постсс colorblind позволяет получить исходный CSS-файл с теми цветами, как видит его человек с каким-то вот таким расстройством. То есть речь не идет про полную цветовую слепоту, то есть про дальтонизм, возможно, просто отсутствует какая-то компонента там синий, зеленый, и вы можете это сделать, выставить это в настройках и просто посмотреть, как хорошо ваше приложение или сайт воспринимается пользователем. Видит ли он, что на кнопку что-то навелось или нажать, или, ну, то есть происходит какое-то действие, там ползает прогресс-бар. RTL, CSS, юзается во всех версиях WordPress, используется для того, чтобы получить сайт с письмом справа налево, с обратным. Ну, еврит такое или там быстро сделать какую-то еврейскую версию сайта, ну, и версию для еврита или там для друг Аль-Каиды понадобится верстать, все всякое может быть. Post-SS on Magical, очень классная штука, обычно на всех проектах используются какие-то кастомные шрифты, зачастую не веб-безопасны, поэтому их надо подключать откуда-то с другого места, то есть скачивать себе в репозиторий или с Google Fonts, он, если находит такой шрифт, он автоматически добавляет в фонтфейс, который подключает его с библиотеки Google Fonts, но можно выставить еще опционально, чтобы подключаться к какого-то вашего локального URL, то есть с вашей папки на сервере. CSS MQ Packer, зачастую у сайта есть еще несколько видов, то есть мобильный вид, планшет, разное состояние, портретный, landscape режим, и хорошо бы писать медиаскрины рядышком с пропертями, которые, вернее, медиазапросы рядышком с классами, на которые они воздействуют. Но зачастую это безжалостно разоставится CSS файл. Этот плагин их группирует из, собирает похожие медиазапросы и группирует их в один. То есть тут вот было минвид 768 и здесь один. И он в конце скомпилирует их в одно место. То есть у вас уменьшается вес самого CSS файла. Но, как я и говорил, они написаны на JavaScript. Скрипитет, давайте попробуем написать свой вариант. У меня была такая задача, надо было сделать гугл-карту с градиентом и не затронуть HTML-разметку. Оказалось, самый простой способ это накрыть еще каким-то блоками, сделать сверху него градиент, но он не проклацывался. Ну да, но мы, правда, таки сделали. Да, но при том, что все работает. Вариант, тут есть такие два волшебные свойства. Оказывается, point, event и touch actions. Первое для мышки, второе для touch на планшетах. И когда вы задаете элементу none, он просто не реагирует. То есть блок проклацывает, и вы получите вот такой эффект. Да, для наглядности я буду использовать вот этот сервис, istiexplorer.net, и вы можете просто его использовать для того, чтобы посмотреть синтаксические древа любого вида данных, не только CSS, но и HTML, JavaScript и прочих. И советую вам почитать вот эту документацию про написание пост-CSS плагинов и API пост-CSS. В первых двух полях можно видеть исходный код и аморфно-синтаксическое древо, в которое он его преобразует. Абстрактное синтаксическое древо, в которое он преобразуется. В пост-CSS есть четыре вида нод. Первое — это комменты. Так. Вот комментарии. Второе — это rules, сами правила. Потом add rules, оборачивающие правила, те, которые с собачкой идут, символом это. И декларации правил, decal. У decal есть еще две property — props и value. Props содержится название property, а value — ее значение. Так. Вам видно код? Хорошо. Итак, чтобы написать плагин, что нам нужно? Плагины — создать папку в NodeModules, поскольку все пост-CSS плагины являются npm-пакетами. С именем плагина пост-CSS, ну и ваше название, это стандартное именование всех плагинов. Потом нужно инициализировать как модуль и задать команду npm-init. Вы можете просто провклацать все, согласившись, да-да-да-да, или если добавляете вот эти два dash и yes, он автоматически со всем соглашается и пропускает все степы. Ну и создать файл входа index.js. Туда поместить подключение самого пост-CSS и вот такую конструкцию. Там будет имя плагина, опции, которые вы можете передать, и CSS-файл, который передается дальше по цепочке в него. Через свойства CSS-walkdecl, которые проходятся по всем декларациям, забыл упомянуть, что получается мы вот такой маркер OVG и передадим ему градиент, который дальше добавится. Через свойство CSS-walkdecl, которое проходится по всем декларациям, мы находим проперс, которая ему равна. Создаем селектор через decal parent, находим parent, его проперс селектор, добавляем before и создаем новое правило. И на всякий случай в константу сохраним градиент наш. Потом правило можно добавить уже декларации. Это обычный такой объект с декларацией, там просто прописывается type, тип, content, value и rows для переноса. Следующее, что нам нужно сделать, это просто добавить его, этот элемент before после самого правила. Добавляется он из root, то есть мы выбираем decal root insert after, указываем декларацию, после которого нужно вставить и передаем туда еще rule. Вот у нас оно добавилось. Потом еще, поскольку у нас он в закрепленном салютно, лучше надо бы добавить в основную декларацию свойства position relative. Тут мы имеем доступ через decal parent. И через prepend добавляем со начала position relative. Последнее, что у нас осталось, это убрать этот овг, linear gradient. Это, возможно, через decal remove. Все. Плагин работает. Этот код можно скопировать в index.js и запустить. Если кому интересно, вот по этим ссылкам можете найти репозиторий на GitHub и пример живой на stexplorer.net. Так, пока все ясно? Ты плагин пишешь в мальчике из мальчика из мальчика из мальчика из мальчика, а ты не створишь свой синтезичный анализатор, потому что ты не бачишь его. Не, ну, оно просто таким чином, вот, как тут зараз. Итак, подытожим. Post.css — это что он делает? Разбивает файлы на st. Вся магия происходит именно в плагинах. То есть он ничего толком не делает, только плагины. И мы уже подключаем его компонентами. Плагины написаны даже в скрипте, который мы все знаем и можем использовать, модифицировать, как нам угодно. Зачастую они, кстати, небольшие. Пример этот занял где-то 140 строк, и большинство — это просто декларация пропертий. Они дают возможность, наконец-то, отделить логику от представления. То есть вы не пишете пропертий в миксинах SAS. А, я уже говорил, все плагины, репозитории на GitHub, которые можно оформить, скопировать, скачать и прочее. Давайте дальше поговорим про бэкстоп.js. Пост.css? Да, да, да. И это самое, бывает. Галпом. На галпом, да. Ну, то есть такие же самые NPM пакеты. Вы его через пайп, подключаете через пайп, передаете в настройки его сами плагины, потом еще в плагины можно настройки отдельно задать. То есть просто CSS плагин для галпомер. Ну, я бы сказал NPM пакет. То есть тогда. Да, то есть получается, да, такое древо. То есть по очереди этот AST переходит в один плагин, потом в следующий, следующий, следующий и на выходе комплинируется уже в CSS. Бэкстоп.js. Вот, не знаю, любите вы тестировщиков? Или тестировщиц? В общем, киви инженеров. Так, бэкстоп.js – это CLI-инструмент для тестирования визуальных рекрессий. То есть мы обычно пишем тесты на JavaScript, но как протестировать UI, когда у вас проект большой, он постоянно растет. И у нас есть один такой интересный проект, поскольку мы занимаемся глобальным e-commerce, то есть у нас проекты обычно на кучу всяких локалей. Там Америка, Европа, Китай, Австралия. И бывает такое, что какой-то баг может проникнуть во все эти локали. Например, была история, когда, ну, во время регрессии, если это не прошло, продакшн, такой сэндвич-бар, который появляется только на планшете, на маленьких экранах, он был сделан иконкой, и как-то он поменялся на иконку бомбочки. Да, а это еще в том году было, когда вышел взрывоопасный Samsung. Да, вот, ну, поэтому иногда у QA из-за этого дергается так глаз при слове рекрессия. Так вот, зачем его использовать? У сайта много страниц и состояния для разных устройств. У вас реально может быть большая команда разработчиков, там может быть 70 человек, 20 верстальщиков, куча джунов. Что-то, может быть, где-то поправил бэкэнд разработчик. Такое бывает и поехало. Верстка поехала. Бывает несколько файлов CSS на один сайт. То есть реально несколько там интераций, кто-то решил, я не буду переписывать этот код, я лучше добавлю там еще свой файлик, потом еще, то есть каждый оставляет такую свою нишу в проекте. А потом этот проект приходит на поддержку вам. Бывает, наоборот, один CSS-файл на несколько сайтов, это вот как в моем примере. И вы, например, ведете курсы фронтенд-разработчиков, где есть какие-то макеты, которые нужно сверстать, уже тысячу раз сверстали, и на пиксель-пёртых вы их проверять не хотите, хотите как-то это автоматизировать. И какие возможности дает бэкстоп? Можно реально настроить все за 5 минут. Возможно, тестирование не целой страницы, конкретных нужных вам блоков. Можно удалить, скрыть ненужные элементы, которые отображаются. Есть CI-отчеты и отчеты в браузер, то есть вы видите реальное различие прямо на страничке. Есть интеграция с JS-юнит-отчетами, к примеру, Jenkins. То есть когда проходит сборка, он проверяет, что ничего не поехало, или поехал, то есть собирает или не собирает проект. И высылает, например, менеджеру, там, ваши разработчики налажали, исправьте, пожалуйста. Можно использовать глобально через сразу CLI, или же интегрировать с NPM и GAL. Как им пользоваться? Есть 5 основных команд. Ну, первая – это установка. Обычно ставится глобально. Через NPM install backstop.js. Потом генерация базового конфига через GenConfig. Получение референсов, то есть эталонной картинки, с которым будет сравниваться ваш сайт. Backstop тест запускает тесты. И Backstop Approve бывает такой случай, когда, ну, вы знаете, что что-то упадет. Например, там изменился какой-то блок. Ну, клиент захотел сделать изменения там в дизайне. И вы тем самым тестовые картинки переносите в референсы. То есть они уже становятся эталоном. Выглядит отчет приблизительно так. То есть было, что-то поехало, он показывает разницу. Ну, там еще есть такие показатели, как процентное расхождение и прочее-прочее. Сама настройка. Backstop, JSON будут такие property, как и идишник, но он будет использоваться, имеет значение, используется, когда у вас несколько тестов, то есть несколько JSON-ов, и проходитесь, к примеру, галпом. Массив viewport, сценарии, путей, возможность выбрать движок Phantom.js. Он используется, это имитация хрома. А Slimer.js — это имитация Mozilla. Виды, виды репортов и дебаг-режим. В массиве viewport вы можете указать название viewport, ширину и высоту, на котором он будет тестироваться, к которому оно привязано. В сценарии вы указываете URL, сайт, который будет тестироваться, URL, с которого вы можете взять референсы. Он опционален. Если его нет, он берет эталонные картинки с поля, в котором указан URL. И URL может быть как где-то… То есть вы можете тестировать онлайн ресурс, какой-то уже в продакшене, а можете тестировать что-то у вас локальное на компьютере. То есть может быть local. В параметре hidden selectors можно выбирать в стандартном CSS формате блоки, которые нужно скрыть, remove selectors — блоки, которые нужно просто удалить, и в selector — то есть блоки, которые вы тестируете. Если хотите всю страницу, просто вставите body. Ready event при изменении… Вернее, если вы хотите написать какой-то сценарий юзера, чтобы он нажал какую-то кнопочку, заполнив форму и отправил, а потом только произошел тест через Casper, то вы там ставите имя ивента, которое в нем уже вызываете, в Casper.js. А по дефолту стоит просто задержка 500 миллисекунд. То есть загрузилась страница, прошло полсекунды, начались тесты. Minimatch threshold — это параметр, который… где задается допустимый процент расхождения. И on before script и on ready script — это имена скриптов для Casper, в которых будут записаны ваши сценарии. В массиве pass содержатся пути, где будут храниться там референсы, тестовые картинки, счеты, скрипты и репорты. В самих скриптов before script и on ready script у вас доступны три переменных. Casper — для Casper сценарий и viewport. И давайте запустим небольшое демо. К примеру, у нас есть вот страничка. Я, кажется, сделал уже для нее… Да, что-то сделал. Я, кажется, сделал уже для нее референсы. Давайте запустим тестирование. Так вот, ничего не произошло. Все, ничего, вернее, не упало. Это хорошо. И вот сам вид отчета. Тут можно даже сравнить до и после. Ну, давайте что-нибудь изменим. К примеру, секция hero, которая у нас там каким-то образом тестируется. Вот так. Так, вроде перезаписала, и время теста. Не понял вопрос. Резолюшн вроде не менял, я просто в саблайме увеличил размер текста. Ну, просто чтобы вам было лучше видно, что я поменял. Можно конфликт? Да, конечно. Вот. То есть файл тест, локальный блок, писак блоков, которые я тестирую. Вот у нас. Да, я там дальше дам ссылки. Есть. А, вернее, вы просто даже можете загуглить. Вот там есть очень хорошая документация по бэкстопу. Да, вот у нас упал блок hero. Можете? Да. Можно налаштувати рекурсивный перекрессивный перекрессивный по линкам? Чтобы не налаштовать реконфит для каждой стринки, а чтобы сказать, вот у меня была маскаринка, будь ласка, пройди с рекурсивно по всех линкам. Первое, что можно, это интегрировать его с галпами, задать массив, то есть тесты, в котором проходят, например, создать несколько бэкстоп джейсон. В чём проблема? У меня есть три резолюшения, на которых нужно про дэстоп. Я бы дэстоп мовар. И если все это писать вручную, ну, и, допустим, ясно ринок, ясно ринок. То есть, заголовно мне в конку нужно про писать 19 обзор в этих стринках. Чи можно сказать так? У меня есть главная стринка, на которой есть линки. Будь ласка, пройди с всех линках, и когда ты перейдешь в цей линке, сделай сманчот, и уже... Так, там можно в самому конфігі задатись кілька резолюшенів. Это перший. Тобто, например, в каждом конфігі может быть по три ваших резолюшенов, это за раз проходится. Ну, типа, мобилка, планшет, там, какие-то опции. Это задается в масиве. Если кілька линок, это два варианта. Там, або скористаться кастфером, типа, перейти, дочекаться, сделать скриншот, потом снова перейти, дочекаться, сделать скриншот, або интегрировать его с галками, просто передати набір 100 линок, як треба протестати. Скоріше за все, цей вариант, або перший, с Кастфером, це більше 90, це до имитати... Простите, на русско. Больше относятся к имитации действий пользователя. А це вже, через галк, например, тот кейс, когда у вас, вы ведете курс разработчика, и вам просто надо передать набор линок, который нужно протестировать. Вот этого не знаю, но с селением что-то, может быть, свое есть. Я просто упомяну, про него немножко дальше, потому что на самом деле инструментов для тестирования, он не один. То есть ни в Бакстобе, ни в Селении, их немножко больше. Вернемся назад и попробуем сымитировать действия пользователя. Да, вон before script сюда додает... Здесь вы прописываете экшены, которые происходят до загрузки страниц. Примерно, как задать какой-то набор куки, который повлияет на скрипты с самой страницы, а в Unready вы прописываете то, что уже произойдет после загрузки страницы. Например, нам тут надо кликнуть на ссылку в фильтре, подождать 500 секунд, заполнить форму и вызвать Event Ready. и нужно изменить немножко здесь. JSON. сейчас тесты тоже упадут, но просто будет видно, что мы что-то сделали прямо на страничке. да, но иногда эта работа немножко дольше, может, из-за машины тут еще такая. да. Разве тут выкрустовывается Chrome, это не Chrome, Phantom.js и Chrome, Phantom.js и под них будет тренд? Можно я к себе написать? касательно букстопа тут только хром и mozilla самые популярные браузеры других элементах других подзаг для тестирования там уже больше спектр я просто про них расскажу но вот фишка бакстоп потому что его реально настроил за пять минут и готова но mozilla здесь headless chrome на самом деле еще не пробовал то есть по крайней мере в документации такого не указано на самом деле вот пока что мы не используем его нашей компании но как я говорила бываю на всяких челленджах от нас наш судья использует это он ведет курсы френдер разработчиков он тестирует их не верстку вот так и вот это джейс юнит отчет он же его можно просто распасть по сути любым любой тазовым тем самым дженкинсом то есть вы можете ну как бы вы вольны использовать его как хотите итак у нас вот подгал точно подым просто можно с нпм запускать и согласно документации не помню там даже покажется есть грант итак вот у нас прошелся тест немножко там прокрули страничку стало меньше категории потому что мы на выбрали фильтр и мы заполнили здесь поле то есть можно еще запускать тестирование с уже с пройденными там юзер кейсами примеру там попрочекать заказ товара вот так и второе ну какие бывают еще варианты это бывает selenium он поддержит практически все браузеры сама правда написание теста занимает больше времени а потом еще gmini от яндекса это более глобальная туза она позволяет кестировать как джава скрипт таки юай точно не ею не использовал но в интернете информацию который нашел что еще зависит много чего от качества верстки скорее всего она просто заточена под бм и пример из браузер стек онлайн сервисов идеален то есть он быстро настраивается он имеет прекрасный а и единственно что он платный при подписке на год он стоит порядка 100 долларов в месяц самый самый дешевый и так бы стоп же что он может быть он быстро настраивается он позволяет тестировать отдельные блоки выполнять сценарии пользователя через casper js имеете а интеграцию ну и упрощает жизнь тестировщиков которые проверяют что у вас ничего не поехало от себя тут все понятно букмарк скрипты может кто-то пользуется нет букмарк скрипты это скрипты которые находятся в закладках вашего браузера то есть когда вы прописываете в нем не там http там мой сайт точка ком а реально жива скрипты вон выполняется на странице когда вы кликайте на борт марк вот хороший пример justi js штука какая этот скрипт позволяет добавить такой тулбар который показывает вам время загрузки вашей страницы количество времена репейнт количество реквестов страницы это конечно можно открыть консоль и посмотреть в тестах но она же закрывается и сам сам фпс счетчик как только вы закрываете то есть плюс плюс этого сервиса вам не нужно лезть консоль его можно просто подключить в сердце вашего сайта можно проще вот здесь есть линка с этим же скриптом юр или перетаскивать ее в букмарк бар заходите на любую страничку и готова вы можете сделать какое-то рутинное действие которое вы вот часто делаете в консоли вам приходится открывать просто одним кликом не надо ну ничего сложного здесь нет может даже на абсолютно любой ресурс как это делается вместо давайте лучше покажу так вот наша закладка и наверное видно потому что увеличить и не смогу там про там есть какой-то джаваскрипт работа ты через такую конструкцию там где юра вы подписывает javascript двоеточие дужечки и ваш вашу всю магию как с одной из своих прошлой презентации мне надо было показывать как работает скилл с отрицательным значением то есть он просто инвертит страницу или блок в обратном значении зеркально я сделал себе такую штуку и принципе иногда и не играюсь на презентациях то есть вот мне ссылочка есть и так можно заниматься каким-то css терроризмом что ли ну в итоге букмар скрипты да 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 то есть самый вызов главное чтобы это обернуть его в javascript вот это с грустная грустный смайлик и вот здесь да что не позволяет сделать какую-то выполнить рутинное действие в консоли одним кликом при том это может быть абсолютно то что реально нужно вам и не требует публикации не как npm пакеты не как там примеру какие-то chrome экстеншены ну и дальше про хром экстеншены это уже такая глобальная штука то есть она может больше она может они могут взаимодействовать примеру с бэкендом там который будет трекать заряд вашего телефона показывать вам браузере и могут там там больше логики может обрабатывать с ней ведь какие-то библиотеки которые подключены в основном на страничке наверное все пользуются от пример 20 раз client или даже postman для того чтобы получать эти переквесты более приятном виде чем через консоль или все верстальщики знают что такое пиксель перфект или же фонд фейс нинджа интересное разрешение тем что позволяет сразу включить его на вести на текст посмотреть какой это шрифт и даже там попробовать ввести свою свои данные то есть вот поиграться с ним как он будет выглядеть на вашем тексте давайте напишем свое тоже маленькая демо для этого вам нужно принципе три файла манифест где вы указываете версию манифеста название description то есть что делает само приложение у меня такой шуточный пример он меняется фотографии на сайте на не на николас на фотки николаса кейджа брауэкшены то есть иконка и тайм который всплывает при наведении первым шин для табов бэграунд скрипты которые будут использованы при дебаге и иконки потом вы просто подписывайтесь на он клик экшен додаете действия и вызывайте эксекьютер скрипт тут можно передать либо код и ну то есть не вместо файла может просто написано код и строка вашего же вас крипка да либо файл в котором будет он исполнен и сама магия так я обычно люблю издеваться над сайтом конференции или метапа куда меня пригласили но тут по моему изменяется только одна картинка это очень плохо поэтому всегда есть youtube да вот такой вариант сейчас об этом расскажу с этим пример возможно шуточный но больше днеп он его цель показать что это легко делается прям очень легко но возможно если вы работаете на каким-то проектом где контент может вас очень отвлекать очень большим проектом не знаю да вот у нас был какой-то магазин женского белья и у меня такое ощущение было что работает над разработкой только девочки а тестируют мальчики совпадение не знаю но думаю разработчикам если это были бы парни было бы проще с таким с таким экстеншеном да как дебажить и устанавливать то есть вы можете его даже не паблишить если зайдете в настройки вставите поставите галочку девелопер мод и загуб можно загрузить он пакет экстеншен то есть просто папочку и дебажа сама вот здесь в бэкграунд пейджет то есть выскакивает консолька которая отвечает только за то что происходит в экстеншене а сам если можете попробовать вот по этой линке скачать на гитхабе и так что они делают работать со всеми данными страницы рабморкут работать сервером имеет хорошую экосистему то есть там в самом google app store есть очень много всего это можно легко запаблишить можно уже скачать через хром скомпилированный пакетик скомпилированный экстеншен и в принципе достаточно трех файлов чтобы написать свое приложение свой экстеншен google скрипты может кто-то пользуется одна рука а кажется есть такие компиляторы по мудка они больше подходят там чтобы на мозели тут сто процентов кажется писать надо на джаве ну то есть такие приложения но уверен что должны быть где-то компиляторы которые это все транспайли в экстеншен который подходит ко всем браузерам тут все понятно есть еще вопросы может быть да а нет это уже штука по моему хромовская я не думаю что вызывается со страницы можно вызвать экстеншен я с таким не сталкивался просто пока еще нет я не я я не хочу это поближе да ну сам дебаг можно вызывать через background page то есть отдельная консоль к тут просто подключена если вы там подключаете попапс html можно найти его про про экспекте тут будет разметка его консоль сорсы и и прочее вот background скрип который вызывается вся магия так идем дальше google скрипты может это пользуется да нет да если он это слайд на что-то смахит на чье-то логото вам не показалось да но скорее всего вы пользуетесь самими сервисами google вот google скрипты пишутся можно использовать вместе с 11 сервисами google такие примеру как почта календарь формы опросников переводчик карты excel таблицы word текст текстовый редактор я думаю вы все эти эти как как-нибудь когда-нибудь пользовались так вот при помощи google скрипта вы можете настроить какую-то свою логику внутри внутри самого вашего аккаунта приложения кисы могут быть какие вот я встречалась люди говорили что например есть таблица учета времени и когда человек там пропишут ил то она первое дело там изменяет на какой-то цвет эти ячейки там пять дней заболевших при том еще можно подключить google почту и с нее отправить уведомление нужным людям что человек заболел там это под бэкграунда у нас очень часто защищается такой кейс приходит что-то на поддержку или просто клиент просит закинуть там 10000 товаров в каталог у нас два варианта как их закидывать можно открывать ну то есть такую менюшку и просто прописывать property а можно закинуть все одним цель xml файлом мы же конечно ждем от них от клиентов xml и вот видим вот так наши действия закинули готова прекрасный xml файл но нет клиент видит это так иногда это бывает даже word документ но если попросить его в excel это обычно соглашаются потому что вот этот инструмент знает все еще по моему со школы так вот что можно сделать на скрипта первое что чтобы до них добраться нужно зайти в туз и скрипт эдитор и внутри него можно забрать данные с таблицы распарсить их xml сохранить на google драйв скачать и уже закинуть одним кликом еще бонус какой то что эти ну поскольку в сервисах есть хороший я и он человекопонятен а вы можете этот разу еще дать клиенту пускай он с ней сам играется объяснить просто как пользоваться то есть на бэкграунде скрипт уже будет сам работать даже вот есть регистрация примеру обычно на какие-то конференции вы же там заполняете форму опросника да было бы классно чтобы та форма ушла он на email плюс еще добавился этот спикер с его данными какую-то excel табличку потом еще раз услугалась это все нужным людям которые помогают пример организовывать конференцию тоже такой кейс итак туз скрипт эдитер и что нужно чтобы достать данные с таблицы первое взять функцию и через пришить об добавить и забрать все данные с нее через такой property потом нам надо сделать какую-то юай это вот эта штука добавляет в подашку то есть добираться до юая самой таблицы создать меню экспорт продукт добавить айтем и добавить ее в юай ну и функция которая будет делать всю нашу магию с обработки скриптов так не то да вот вот пример табличка тут меня есть две функции первая которая делала просто контент весь контент в этом рейджи болт инталик то есть просто мы форматируем его а вторая позволяет добраться экспорт ну и самолетом не буду конечно писать весь пример как он будет парсится например в ну он привязан в принципе сюда в клеит меня create а д д меню вызывает пункт простите пункт и функция которым вызывается и мы добавили его сюда если вариантом помощью 2 его это вот такой сайт бар большой то есть кучу кнопок можно вывести вообще свою сделать да еще здесь можно запускать примеру функции отдельно то есть когда там и здесь нет такого консоля есть только лога логат лог который в отображается в локсах сработало так если что-то должно поломаться но обязательно поломается так вроде все правильно но нет это как бы такой формат google скрипта то есть сокращение google скрипт она все вранится в гугле точно да видите она получается забрала все данные ячеек многобиерный массив а это то что мы уже можем распарсить не руками обычным циклом то есть мы это уже не будем делать и при том что можно отдать реально это все клиенту пускай он забил в табличку под кему подготовил это файл он загрузил он счастлив взаимодействие этих сервисов то есть сохранять данные с экселя в google drive отправлять что-то на почту ну и как-то моя мать же все данные между между ними можно отдать как готовый инструмент клиенту и то есть наружу будет уже этот юальчик использоваться но ты можешь их запаблишить например а можешь просто настроить на на аккаунте клиента да тут все понятно есть вопросы дальше консоль самая веселая там ну если в дживоскопе такая функция как ищи теперь квест я не попробовал но мне говорили что можно но только единственное, что у вас нужно настроить сервер, чтобы его потом распарсить правильно. Ну, вряд ли. Хотя можно сделать, я не знаю, как точно, но это же обратно, но, наверное, надо настроить сервер. То есть при сохранении, чтобы скрипт на Google Drive видел, что что-то там произошло с файлов, потом, типа, HTTP реквестом скидывал это на сервер и там обновлял данные. Я думаю, это возможно, но я такого не воровал пока что. Вот с правами админа я пока не баловался таком, еще не знаю. Вы не дополнили по поводу отправки реквестов на другие сервисы. Действительно, можно использовать там обычные вот, с темой, 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 но при этом нужно поиграться в корж-полисе на стороне сервера. Ну, то есть, политика к раздумянным запросам. Ну, я такой попробую. Все, идем дальше. Так, консоль. Вот такая штука, которая появляется очень удобной. Переход между панельками во время разработки. Обычно, да, обычно они в стыковом развернутом виде, но если где-то оно вот так, мы видим один элемент, через control и квадратные скобки, можно просто переключать вперед-назад, не заглядывая вот сюда. Есть еще возможность подсветки элементов, которым применен класс. Зачастую, когда вы в вкладке elements выделяете блок, ну, в HTML разметке, то вы видите, как он подсвечивается. Очень хорошо видно на яхту. Ну, то есть, вот этот блок мы видим, да, но если вы задержите его на классе, то вы видите все элементы, которым применен этот класс, и где-то все поменяется потом. Также есть классная штука, к примеру, console table. Если вам нужно выводить в лог, к примеру, array, и вам не ходит, ну, надсверить данные, правильно ли там они находятся, но не хочется постоянно раскрывать его в консоли, кликать, то вы можете вывести в виде аккуратной таблички и сразу выведить property. Также есть штука с возможностью pretty print, прихорачивания файлов. То есть обычно, если хочется посмотреть, как это сделано уже на готовом продукте, оно все обжато. Если вы нажмете вот на эти брекеты в левом нижнем углу, то вы увидите уже распашенный код в красивом виде. Ну, может, любите копаться там. Очень простый выбор элементов через дом, то есть используется синтаксис jQuery, грубо говоря. Через доллар прописываете в стандартном CSS номиновании класс, ID-шник, либо tag, и вы имеете уже доступ к элементу. Но если подключен jQuery, он перебивает эту логику. Доллар ноль – это доступ к элементу, который сейчас выделен в инспекторе в папке elements в HTML, который вы выбрали. Есть возможность также редактировать текст. Если вы, допустим, пропишите документ body content editable true, вы можете дописывать что-то прямо в браузер. Это, кстати, очень удобно, можно вынести в букмарк скрипты. И теперь получится, наверное, поиздеваться над сайтом логики. Ну и все. Можно что-то дописывать. Как бы что-то похоже на портить статьи на Википедии. Да, так это же вот написано здесь было, черным по белому. Но при том это очень просто, то есть не надо лезть в консоли, не надо лезть в инспектор, вы прямо вбиваете это все здесь сразу в браузере. Можно, кстати, найти новую работу. Если рыться в консоли. Ну, особенно если любите копаться в коде. Интересно, тут есть HR-ы, рекрутеры? Ага. Ну, хантить можно, ну, я не знаю, там я слышал, в общем, разные версии, как сейчас хантят разработчиков, там пишут им в LinkedIn, в Facebook, создают какие-то аккаунты в Tinder. Я видел статью, по-моему, на Medium. Да. Но теперь, ну, лайф-кейс. Все пользовались Booking'ом? Ну, или хотя бы слышали про этот ресурс? Да? Там вот у них очень хорошие, как мне кажется, рекрутеры. Вот серьезно. В индекс-реквесте, в хедерах есть… Сейчас найду. Рекрутерская строка. Да, вот она. Сделаю побольше, чтобы было видно. Вот так. То есть если вы любите копаться в коде, заплайтесь к нам на Booking.com. Ну, серьезно. Притом, походу, они тут ищут бэкэндщиков. Ну, то есть реквесты обычно смотрят бэкэнд. Или такое. Но если вы фронт-энд и заглянете в HTML-разметку, или же дизайнер, то они сейчас активно набирают в амстедрадский офис. При том, что я… Да, при том, что я вот серьезно загуглил, получается, с вакансии, где прописано фронт-энд в Амстердаме, 15 штук. А дизайнера вообще 25. То есть если вам интересно вот копаться в том, как сделать сайт, то консоль может даже реально помочь найти новую работу. Круто. Ну, по-моему, этот прием использует не только Booking, то есть есть варианты. Да? Офигенно. Нет, Facebook делает вот такие штуки. Типа он хочет акцентировать внимание. То есть консологии можно стилизировать. Если вы прописываете перед тем, что хотите выдать процент C, и потом еще добавляете строку с стилями, вы можете… То есть эти стили применяются к тому, что вы выдаете. Ну, там помню какой-то сборник задачек по теории вероятности, типа программист Сережа хочет пригласить тестировщицу Наташу на сеновал, и он выдает что-то там раз из 10 прогонов на сайте в консоль. Ну, думаю, вот такой консоль-лог она точно не пропустит. Ну, или может быть у вас там в офисе есть человек, которому вы хотите что-то сказать, но боитесь, можете так сделать, чтобы он протестировал ваш код. Так, вот, да, это работает. Ну, или для Наташи, ой. Там может быть вообще ваш любой контент. Ну, и давайте подведем итог, о чем я хотел вам сказать. То есть рутина занимает много времени. Зачастую мы делаем много действий руками, которые можно автоматизировать. Поэтому не тратьте время никогда на рутину. Автоматизируйте. Если решения нет, то есть отличная экосистема либо возможность просто написать самим. Просто IT, это же не о том, что мы, типа, суперумные. Это вообще решение всех проблем наших, ну, проблем клиента. То есть мы можем сами себе сделать хорошо. Я этого не сказал. Это ты сказал. То есть мы можем разобрать сами инструмент, который будет нам помогать, к примеру, тот же, с которого я начала, пост-ССС. Он, человек не стал там припинаться, почему САС это плохо, просто взял с дело и зашло. Заставьте машины страдать. Вы не должны делать что-то руками. Еще же автоматизируйте. Ну, и проживите жизнь счастливо. Потратьте время на себя. На этом все. Если есть вопросы, задавайте. Да. Вот мои контакты. Презентация доступна по этому QR-коду. И ссылки внизу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...